Очевидное, невероятное, свежо предание, но верится с трудом, врачи в Москве на протяжении недели. Да, у нас медицина, но вот, пожалуйста, конкретный случай из жизни маленького ребенка. Девочка чуть не погибла. На протяжении недели в Москве, в столице нашей родины, врачи не могли поставить правильный диагноз двухлетнему ребенку. За две недели, за неделю, простите, за неделю, за семь дней, пострадалась девочка, ее лечили от режущихся зубов, от вируса и даже от онкологии, проглядев, как предполагают журналисты, банальный аппендицит. В итоге, еще раз скажу, девочка чуть не умерла. 12 июня у двухлетней Миланы, она с синдромом Дауна, у нее резко поднялась температура. Уже через два дня девочка не давала прикасаться к своему животику. Мама вызвала участкового. Медик заявила после осмотра, что температура поднялась из-за режущихся зубов, а животик у ребенка болит из-за последствий запора. Медицинские документы все есть. То есть подписан был медицинский документ, соответственно. Режутся зубы и вот животик. Через четыре дня, когда лечение не помогало, врачи приехали к Милане по вызову родителей на скорой помощи и установили ОРВИ. Скорая установила ОРВИ. То были зубы и запор, теперь ОРВИ. И прописали противовирусный. 19 июня девочка перестала есть. На этот раз врачи определили фаренгит. Во как. И привезли ребенка в инфекционное отделение больницы имени Кончаловского в Зеленограде. Еще раз, все документы есть в воспоряжении редакции. В больнице имени Кончаловского в Зеленограде, это тоже Москва, Зеленоград, у девочки заподозрили онкологию и переправили ее на скорой в больницу имени Башляевая. Замечательная больница, сразу бы туда, у нас есть фильм, кстати, о больнице имени Башляевой. К тому времени Милана уже ничего не ела целый день, и у нее начались судороги. В больнице девочки догадались сделать УЗИ. Только в детском центре медицинском имени Башляевой сделали УЗИ. И сразу выявили гной на аппендицит. Ребенка срочно прооперировали. Сейчас бедная Милана находится на ИВЛ, искусственная вентиляция легких в реанимации. Врачи в центре Башляевой сказали честно, еще бы день, может быть, два, и Милану было бы уже не спасти. Уважаемые дамы и господа, мы все любим нашу страну, мы все патриоты, кто же с этим спорит. Но если бы я молчал и не рассказывал о таких вот, в кавычках, чудесах медицины столичной... И многие ругали. Что ж ты, Караулов, поехал делать операцию? Я не скрывал, что очень серьезная была операция. Сейчас уже полгода прошло. Все, нет никаких колясок инвалидных, ничего нет. Я жив-здоров и дай бог врачам здоров. Они не стали делать. Люди, врачи, которых я знаю, в Москве сказали, слушай, лучше вот там. Я срочно улетел в Дубай. В Дубае тоже отказались сделать операцию. Полтора месяца мурыжили. Надо похудеть, надо то, надо сё. Я мог, друзья помогли. Я сделал ее в Сингапуре. Видит бог, я бы с удовольствием оперировался в Москве. Когда у меня же, о себе можно рассказывать, были большие проблемы с пузырем там с одним. Я удалял его. Замечательный врач Платону, кстати, мне потом объяснили, что она уже не хирург, а уже пошла на повышение. Главврач больницы или замглавврача редко оперирует или вообще не оперирует. Какая жалость, какие руки. Да, в Москве я делал это всё, 52-й больнице. Никаких проблем не было. Но я знал врача. Я даю справки, я знал людей, которым она помогла. Я шел конкретно к врачу. И здесь, своими сосудистыми делами всякими, не хочу детали приводить, я тоже пошел в центр Бакулева к врачам, которых я очень люблю, знаю. И честно сказали всё врачи. Ситуация такая-то, такая-то, надо сделать то-то, то-то. Нет, они предлагали, пожалуйста. Но говорили. В итоге, да, хорошо. У меня была возможность. Я рассказывал всем, что я пригласил доктора Маниша в Москву, если он примет мое приглашение. У вас на разные события. И они, все эти врачи люди осторожны, такие, как он, хирургов. Их 8 человек в мире. Сердечно-сосудистых. Это замечательный врач. Его услуги стоят дорого. Но 8 или 9 человек, если доктор Маниш приедет в августе в Россию из моих зрителей, бесплатно, разумеется, он проконсультирует, а кому-то, может быть, даже просто поможет. Там, где нет необходимости, не нужно хирургического мешать. Диагнозы поставить уже безошибочно, чтобы не было так, как с девочкой Миланой. Но это вынужденная мера, когда кто-то, многие лечатся там, а не в Москве. Почему? А вот история. Еще бы день или два аппендицит не разглядели. По этому поводу министр должен делать заявление, выступать, брать на контроль, проверять. Министр здравоохранения, не московский, это понятно, министр Мурашко. Где его слово? Молчит? Вообще он молчит. А почему он молчит? Ничего не знает? Пожалуйста, смотрите, слушайте, запросите документы. У нас, у родителей Миланы. Молчать нельзя. Ни нам, ни руководителям министерства. Быть может, тогда мы наведем порядок. Ведь это же, я извиняюсь, бардак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok